Привет, меня зовут Наста и сегодня я вам расскажу, что такое экстремизм на пальцах. Раньше вы, наверное, не знали, что у нас есть отдельный закон о противодействии экстремизма. Он действует еще с 2007 года, но он использовался достаточно точечно. Возможно, вы когда-то слышали про дело Регнума или блогера Эдуарда Пальчеса, или про признание экстремистскими материалами пресс-фота, отдельных анархических сайтов. Каждый год около 10 человек привлекаются к уголовной ответственности за разжигание вражды или розни. Около 200 человек привлекаются к административной ответственности за публикации экстремистского или нацистского контента. С 2020 года экстремист стал больше на слуху. Вернулась практика привлечения за массовые беспорядки. Сейчас мы знаем просто 82 людей, которые обвиняются по данной статье. Также был признан телеграм-канал НЕКТЭ экстремистским материалом, и за распространение его есть административная ответственность. 18 человек попали в список террористов в Беларуси. И также одну анархическую группу хотят сделать экстремистским формированием, а другую привлечь за террористические акты. Так что же такое экстремизм? В международном праве нет понятия экстремизма. Иногда в отдельных резолюциях встречается термин «насистственный экстремизм». Но это не то, что имеется в виду по белорусскому закону. Государства сами решают, что называть этим термином. В России ежегодно очень много людей привлекаются к ответственности за разные репосты именно по такой формулировке. А в Украине, например, вообще нет профильного законодательства. И живут же как-то. Беларусь сейчас идет по российскому сценарию. Все больше увеличивается практика привлечения, и есть большая угроза изменения законодательства в сторону расширения. Сейчас в законе говорится в определении экстремизма про 13 пунктов, куда попадает от автористического акта до призывов к изменению конституционного строя. Экстремистскими материалами в суде признаны многие материалы, от портрета Гитлера до религиозной литературы. Сейчас все активно обсуждают изменения в законодательство о противодействии экстремизму, потому что они коснутся всех нас. Во-первых, выход на несанкционированное массовое мероприятие уже будет считаться экстремизмом. Все что угодно смогут признать экстремистской символикой, а любые дворовые сообщества по решению КГБ могут стать экстремистскими формированиями. Актуальное антиэкстремистское законодательство в Беларуси существенно нарушает право на свободу высказывания мнения, свободу саморанья и ассоциации, и мы считаем, что оно должно быть отменено. Будьте внимательны и берегите себя.